Скандал в Харькове. Местные жители получили квитанции для оплаты коммуналки с долгами за отопление. В среднем по 3000 гривен. И это в разгар лета. Коммунальщики заявили, кто не заплатит, тот лишится субсидий. Откуда взялись долги? В бухгалтерии тепловиков разбиралась Светлана Шакера. Жительница Харькова Виталина получает субсидию. По счетам платила вовремя, но последняя квитанция шокировала. За июнь за тепло нужно заплатить больше 3000 гривен. Я, конечно же, не поверила своим очам. Я даже начала мацать батареи, что все раз с батареями, может нам надают упаление. На сайте теплоснабжающей компании черным по белому написано, долг нужно погасить. Приехать в Харьковские тепловые мережи и укласти угоду про реструктуризацию. Бо иначе вам не нарахуют субсидию на наступный период. В теплоснабжающей компании объясняют, дескать, после отопительного сезона провели сверку с местными властями. Оказалось, что государство выделило тепловикам денег больше, чем они предоставили услуг. Теперь разницу требуют с абонентов. Кроме того, жители города должны были не только оплачивать квитанции, есть и дополнительная сумма. Предположим, ей обязательный платеж назначили 100 гривен. Со счетов 2500 она должна заплатить 100 гривен. 2400 за нее должно заплатить государство. Государство за нее в январе заплатило 3000. Вот сейчас в мае вот эти 600 с нее и забрали. Теперь в абонентских отделах теплосетей очереди. Люди возмущены. В отопительных хитросплетениях не могут разобраться даже бухгалтеры. Я все заплатила, то, что мне писали. А зачем тогда квитанции добавить? Зачем людей вводить в обман? Областные власти говорят, весь сыр бор из-за упрощенной системы начисления субсидий. Но платить придется хотя бы в рассрочку. Досягли такой взводы, что они готовы реструктуризовать борги, которые сегодня выникли в данной ситуации у граждан, потребующих субсидий, на 60 месяцев, то есть на 5 лет. Вот только почему государство переплатило коммунальному предприятию, а возвращать приходится людям из своего кармана, чиновники толком объяснить не могут. Эксперты говорят, это проблема коммунальщиков, а не потребителей. То есть вот эти бумажки, которые люди получили от коммунальщиков, это можно характеризовать как мошенничество и вымогательство. Платежки с долгами получили 115 тысяч семей. В сумме теплосети ждут от жителей Харькова 260 миллионов гривен. У людей осталось два месяца. Либо оплатить счета сразу, либо оформить рассрочку. Иначе в новом отопительном сезоне они останутся без субсидий. Ольга Клюева, Светлана Шакера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков.